This conference will now be recorded. В учебном центре специалистов. Есть здесь такие? Давайте выясним, кого больше сегодня собралось, выпускников или новичков. Для этого пройдите по ссылке, которая сейчас появится в чате. Плюсики-минусики ваши очень сложно посчитать, мы будем пользоваться голосовалкой. Ссылка есть в чате. Сейчас Анастасия Иванова ее разместила. Либо сосканируйте QR-код и мы с вами выясним, кого же больше. А пока вы голосуете, я расскажу вам о том, что же такое в целом бизнес-аналитика и зачем она нужна. Основная задача BI – принятие решений для бизнеса. Аналитик BI демонстрирует проблемы на реальных цифрах. На основе понятных отчетов и визуализации бизнес понимает, какое решение ему принять на конкретных показателях. Если вы начинающий аналитик и хотите работать с данными с нуля, или вы маркетолог, программист, продакт или проджект, хотите проапгрейдить навыки аналитики и для развития своей карьеры, курсы BI – это отличное решение для вас. BI – это легкий способ входа в сферу аналитики. Без помощи программистов вы сможете собирать, анализировать и презентовать данные. Кстати, по данным исследований, 67% аналитиков попали в специальность из других сфер. И сегодня мы с вами увидим битву между двумя наиболее популярными BI-системами – Power BI и Tableau. Какая из них одержит победу, будете решать вы, наши зрители. А наши эксперты должны доказать, какой инструмент для создания дашбордов лучше. Итак, давайте сегодня сейчас посмотрим, кого из нас больше и собралось наших учеников или тех, кто только планирует. Итак, мы видим на экране, что учились у нас 88% и только 5% планируют. Или еще не учились. Отлично. Значит, будем с вами сегодня вникать, как работают наши BI-системы. Итак, сейчас я хочу представить вам наших участников батла. В правом углу – Яков Басин. Яков представляет систему бизнес-аналитики Tableau. Яков – преподаватель-практик, профессионал в области интернет-маркетинга и аналитики. Если среди зрителей те, кто учился у Якова, тогда поставьте в чате 5. И пока я передам слово Якову, мы выясним, кто здесь из его учеников собрался. Итак, Яков, расскажите нам несколько слов о системе Tableau, которую вы сегодня представляете. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, мне выпала такая почетная роль представлять сегодня Tableau. Я, конечно, не могу сказать, что я прям тот человек, который может защищать честь Tableau перед большим таким собранием людей. Но, однако, тем не менее, действительно, я преподаю этот курс в нашем центре уже достаточно давно. Использую этот инструмент, люблю его очень. И, как уже сказала Ольга, это инструмент для, в первую очередь, бизнес-анализа, для того, чтобы превращать довольно сухие и скупые цифры данных в красивые графики и отчеты. Собственно, сегодня в рамках нашего баттла мы как раз и хотели продемонстрировать, как одну и ту же задачу можно решать разными способами, разными инструментами, для того, чтобы дать вам возможность сравнить, может быть, даже сделать выбор в пользу того или иного инструмента. Tableau – это название довольно большого спектра продуктов. Это не только система построения дашбордов. Это целый ряд, по-моему, около восьми сейчас продуктов, которые доступны всем желающим за очень разумную сумму. Между прочим, это немаловажный фактор и дающий все возможности, все инструменты, как по подготовке данных, так и по их визуализации, так и по их публикации в любых источниках по доступу к данным. Вот что такое современный инструмент Tableau. Благодарю вас. Также хочу отметить, что в нашем учебном центре Яков ведет курсы по управлению проектами, курсы для маркетологов по визуализации и анализу данных. И те, кто еще не учился у Якова, у вас есть возможность записаться к нему в ближайшую группу «Основы работы с Tableau», которое стартует 2 декабря. Группы такие стартуют каждые 2 дня и проходят как очно, так и онлайн. Я сейчас вижу по пятерочкам в чате, что есть среди нас ученики Якова, и это очень приятно, и сегодня как раз они пришли его поддержать. Спасибо вам огромное. Итак, следующий участник нашего батла – это Иван Соловьев. Он представляет сегодня систему аналитики Power BI. Иван – специалист-практик в области анализа данных, сертифицированный эксперт Excel. Более 6 лет Иван преподает курсы по продуктам Microsoft, рассказывает о возможностях Power настроек, а также BI-инструментов. Тоже, если сегодня в чате есть ученики Ивана, поставьте 6, посмотрим, кого больше собралось. Итак, Иван, вам слово. Расскажите нам о системе Power BI. Да, Ольга, спасибо. Ну, несмотря на то, что Power BI, можно сказать, позже ворвался на этот рынок, BI-систем, чем табло. Табло – это такой аксакал, корифей. Но миллионам Excel-листов, к которым я тоже отношусь, Power BI, наверное, ближе все-таки. И, наверное, даже удобней, хотя табло тоже удобный инструмент, и Power BI во многом научился каким-то вот таким интерфейсным штукам у табло, перенял, можно сказать, все самое лучшее. Но Power BI вырос из Excel и буквально собран из надстроек Excel, ну, а именно из настройок Power Pivot, Power Query. Вот именно эти надстройки, ну, а, наверное, конкретнее Power Query, потому что Power Pivot отвечает у нас за модель данных, а она, конечно же, в табло тоже есть. А вот Power Query – такой гибкий инструмент, который позволяет пользовательскими инструментами настроить запрос, подключиться к данным, нормализовать табличку из каких-то совершенно разношерстных источников. Вот, поэтому этим Power BI, конечно, интересен, и, наверное, многие Excel-листы поэтому идут его изучать, и, а кто еще не изучил, тем стоит пойти. Вот, поэтому сегодня с помощью Power BI посмотрим, попробуем поконкурировать с Excel-калом, с табло. Мне очень любопытно посоревноваться с Яковом и сравнить, что получится у нас в BI и в табло. Спасибо большое, Иван. Хочу сказать, что в нашем учебном центре Иван ведет курсы по изучению возможностей Excel, и ближайший его курс «Анализ данных инструментами Excel» стартует 29 ноября. Как я вижу, здесь в чате есть несколько учеников Ивана, но их меньше, чем у Якова. И все, кто еще не учился, могут сегодня оценить его стиль и записаться к нему на обучение со скидкой по промокоду, который сегодня получат все наши зрители после финального голосования. Итак, в ходе батла соперники покажут, какая система совершенней, и каждый эксперт берется объяснить, в чем его система превосходит другую, и почему она больше подходит для визуализации данных. Финальное голосование пройдет в конце, и мы определим с вами победителя. И сейчас прошу наших участников батла начать готовиться, потому что до старта осталась одна минута, и пока наши участники готовятся, предлагаю выяснить, какие системы бизнес-аналитики пользуются наибольшей популярностью. Давайте проголосуем еще один последний раз, и ссылка на голосование у нас в чате, а результаты мы узнаем уже в конце. Кто из вас, уважаемые слушатели, пока что пользуются какой системой? И пока вы голосуете, хочу вам напомнить, что у нас есть чат, и вы можете туда писать свои вопросы, комментарии. Я уже вижу несколько вопросов, которые мы обязательно зададим преподавателям в конце, после определения победителя. Итак, пора начинать. Перед нашими участниками батла стоит непростая, но очень актуальная на сегодняшний день задача. Используя набор данных по COVID-19 в России, построить визуализацию по тренду развития эпидемии. Наглядное отображение данных поможет нам с вами разобраться, что на самом деле происходит. И мы с вами будем смотреть визуализацию по статистике эпидемии. Посмотрим эту статистику по времени, сравним первую и вторую волну. Также посмотрим ее по регионам и увидим, нет ли у нас аномалий в каком-то регионе и сравним регионы между собой. Уважаемые слушатели, обращаю ваше внимание, что формат батла учебный. И чтобы провести серьезный анализ по COVID-19, необходима специальная подготовка и более длительное время. Также хочу отметить, что по времени надо понимать, что на выполнение серьезной задачи уходит примерно 3 часа. Но у нас с вами сегодня учебный сокращенный формат. Итак, Яков, вы готовы начинать? Сейчас я передаю вам права презентера. Секунду, еще у вас в чате сегодня нас много. Итак, передала вам права презентера. Сейчас вы сможете расшарить свой экран. Итак, наши участники сейчас будут по очереди демонстрировать, как они справляются с поставленной задачей, используя демонстрацию своего экрана и комментируя свои действия. Яков, вы готовы? Да, Ольга, все готово. Могу начинать? Да, можем начинать. Время пошло. Отлично. Итак, для всех наших уважаемых слушателей, небольшая вводная. Мы взяли в качестве примера какой-то некий реальный кейс, который нас, возможно, всех волнует сейчас. И попытаемся в рамках очень ограниченного времени показать какие-то наиболее простые сценарии реализации задачи этой в рамках наших инструментов, как и Иван. Я постараюсь, соответственно, прокомментировать все действия. Но, тем не менее, мы сейчас не ставим задачи прямо произвести обучение, а больше демонстрацию тех возможностей, которые мы бы хотели каждый со своей стороны показать. И, как я уже сказал, наша гипотеза базируется на исходных данных, которые нам удалось получить. Кстати, очень непростая задача по нашим регионам российским, по заболеваемости ковидом. И, как вы знаете, общий в СМИ общий тренд, который рассказывает нам об этом, повторяется ли он в данных? Мы хотим проверить, мы хотим выразить некую гипотезу, что, допустим, не так все печально и грустно, как нам кажется. Но, тем не менее, возможно, есть и какие-то действительно объективные вещи, на которые стоит обратить внимание. В большей степени это попробую показать на примере. Итак, перед нами традиционный экран табло, исходя из того, что мы ориентируемся на самый распространенный сценарий использования. Здесь очень большое количество источников данных. Фактически подключить можно любые базы данных, довольно серьезные источники. Но я буду использовать более нам всем знакомый Excel. Для этого возьму некий набор данных, который достаточно актуальный по 23 число. И открою его простым образом. Мне табло показывает сразу же структуру моих данных. То есть это довольно несложная таблица, в которой есть регионы, есть даты, есть количество заражений, есть количество выздоровлений, есть количество, соответственно, заражений в день, выздоровлений в день. То есть данные, которые нам будут как раз интересны для анализа. И сразу же первым делом нам табло дает возможность структурировать наши данные. Причем он это делает в автоматическом режиме. Но также у нас есть очень удобный и комфортный инструмент. Мы можем дату превратить в дату. Сейчас это обычный столбец. Я простым щелчком мыши превращаю это в дату. И теперь система будет понимать это не как некое число, а как именно дату. И регион я тоже, соответственно, превращаю в регион. Географическая роль выбирают регион, страна. И теперь с этого момента у меня это не просто набор каких-то текстовых записей, а это именно регион. И дальше уже остальные у меня столбцы представляют из себя обычные цифровые значения. Поэтому они у меня помечены как число. И с ними ничего больше делать не нужно. В данном случае исходные данные вполне компактные. Никаких серьезных дальнейших изменений не предполагается. Одновременно я могу использовать два режима. Это Leaf режим или режим Extract. То есть я могу, если подключаюсь к какому-то источнику данных, поддерживать постоянно обновляемую структуру данных в табло. Это режим Leaf. И могу режим Extract использовать, если необходимо выгрузить данные из внешнего источника, загрузить их в табло и уже работать непосредственно с ними в табло без постоянного живого обновления этих данных. Но сейчас я пока буду использовать стандартный режим табло. Мне уже табло подсвечивает, что пора создавать новую лист, рабочую таблицу, рабочий лист. Я в него переключаюсь. И здесь слева я вижу все параметры и показатели, которые у меня есть в исходных данных. Это количество выздоровлений, количество выздоровлений за день, количество заражений, заражений за день и количество смертности. И первое, что я здесь сразу могу сделать с данными, причем довольно простым образом, щелчком по дате я добавляю дату к себе на полочку так называемую. Теперь я могу уже использовать, построить отчет по датам. И следующим шагом я выбираю, например, количество выздоровлений за день. Соответственно, мне система автоматами их сбрасывает куда-то, где они могут быть использованы. Я сейчас попробую изменить период на день и получу готовый способ визуализации. Единственное, что я здесь вижу, что у меня заканчивается все вот таким резким обрывом. Но вы видите, что у нас действительно какая-то странная тут немножко тенденция. Данные выстроены, собираются, видимо, наверное, не совсем равномерно. Они показывают нам какие-то перебады заметные. Могу добавить также количество заражений за день и могу, соответственно, добавить смертность за день. То есть всего лишь в три щелчка я получаю визуализацию всех исходных данных, понимая общий тренд. И, в общем, тенденция действительно, если мы на нее посмотрим сейчас, показывает, что ситуация, мягко говоря, не сильно оптимистична. Мы были в периоде спада. Этот период где-то был вот здесь у нас 23 августа. Наверное, больше с июля по конец августа. И как только наступил у нас сентябрь, примерно с 20-го числа, у нас прямо ралли наблюдается вверх. Динамика растет. Приятно то, что растет количество выздоровевших, но одновременно растет количество и заражений, и одновременно количество смертей, что может, конечно, не радовать. Собственно, это самое первое, что я хотел продемонстрировать. Это отбор данных и иллюстрация текущего состояния данных с помощью такой несложной визуализации. Передам сейчас слово нашему коллеге, моему коллеге Ивану. Наверняка он сможет показать что-то интересное у себя по RBI, как та же самая задача реализуется. Иван, вам слово. Спасибо. Так, давайте экран буду шарить. Готов. Да, Иван, это я должен сделать. Сейчас я тогда найду вас тоже. Тут у нас много в чате, да, народа. Да, 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 да. Так, Соловьев Иван, правильно вижу вас? Наверное. У меня микрофончик включен. Здравствуйте. Прекрасно. Так, видно ли экран? Да, видно, Иван. Отлично, спасибо. Так, ну что, давайте попробуем действительно ту же задачку решить, но в Power BI. В основной подсистеме у нас внедрена надстройка Power Query, по сути дела, перекочевавшая в Power BI из Excel. И мы, вот нажав на одну кнопочку Excel, можем подключиться к нашему датасету, который расположен в Excel файлике. Будь там txt-шный файл, csv-шный, мы бы делали то же самое. Выбираем лист Excel, на котором расположен этот файл, нажмем загрузить, загрузится все сразу в основную подсистему. Нажмем преобразовать, перейдем в Power Query и сможем немножко эти данные преобразовать, причесать, может быть, предусмотреть какие-то косяки в данных. Например, что у нас может быть? Могут быть пустые строки. Ну, давайте предусмотрим вот именно наличие пустых строк в нашем датасете, поскольку это Excel файлик, то вполне какой-нибудь пользователь мог зайти и оставить там пустую строчку. А мы это вот предусмотрим и датасет к нам залетит чистенький. На вкладке главное, скажем, удалить строки, удалить пустые строки. Потом мы видим, что это обычный лист Excel, в котором не какая-то умная таблица, поэтому заголовки у нас находятся, как и все остальные данные, на том же, можно сказать, уровне внутри таблицы. Поэтому на вкладке преобразования используют первую строчку в качестве заголовков. И вот мы уже сделали таблицу, с которой можно работать, в которой колонки названы правильно. Обратите внимание, что у меня здесь не вылазит после каждого значимого действия шаг измененный тип. И я всем, кто учился у меня и у других преподавателей, рекомендую делать такую настройку. Файл, параметры настройки, параметры. И вот здесь вот в этих самых параметрах загрузку данных в глобальную указывать. Никогда не определять тип данных, тип и заголовки столбцов для таких вот неструктурированных источников, как этот Excel файли. Тогда вам работать будет проще. А вот этот последний шаг, определение типов данных, мы всегда делаем в самом конце. Ну и давайте здесь, ровно как и в табло, определяем типы данных. Где у нас? Вот это все у нас будут целые числа. Правая кнопочка, тип изменения, целое число. Если какие-то данные нам не нужны, например, нам достаточно заражений за день, выздоровлений за день, а вот этого накопительного итога нам не надо, то мы, в общем-то, можем это дело удалить. Удалить эти столбцы. Или воспользоваться такой хитрой функцией, как раз и выделим только нужные нам столбцы с контролом и правой кнопочкой удалить другие. Если в нашем датасете будут появляться какие-то еще дополнительные столбцы, ненужные нам для анализа, которые хоть и обогатят, но усложнят нашу модель, мы оставим только нужные столбцы. Ну вот давайте так, собственно, и поступим, так и сделаем. И чтобы сохранить вот мою логику, измененный тип, перетащим, перетащим в конец. Раз. Сделали. Ну что ж, щелк на него, ошибка. Почему? А вот именно из-за этой оказии, когда мы указываем те столбцы, которых уже не существует. Именно поэтому шаг, измененный тип, лучше делать в конце. Потому что если вы захотите улучшить свой запрос, ну что-нибудь подкорректировать. Например, может быть мы захотим переименовать столбец или еще что-то сделать. То шаг, измененный тип, не сработает у вас, если этого столбца не будет. Поэтому мне здесь придется его удалить и быстренько заново сделать. Так проще всего. Не корректирую программный код. Указываю здесь текст. И здесь я указываю целое число. Ну вот, собственно, остальные возможности надстройки Power Query не рассказываю, не делаю. Поэтому, соответственно, переходим в основную подсистему. Опять же, есть у нас несколько запросов. Вот у меня тут тренировочный запросик был. Я его не буду загружать в основную подсистему. А вот этот результирующий запрос я, пожалуй, загружу. Вот. И назову его статистикой. Раз. Так, поехали. Главное – закрыть и применить. Что значит закрыть и применить? Значит, закрыть подсистему Power Query и перейти в основную подсистему Power BI. Пока у нас загружается, можно немножечко перевести дух. Пока, в общем-то, все очень похоже на табло. То есть мы указали тип. Ну, вот было немножко более продвинутое причесывание данных, я бы сказал. Ну, а что же в визуализации? Визуализацию мы делаем вот в основном, на основном экране, где мы делаем отчеты. Начать, наверное, можно с какой-нибудь просто карточки, которая посчитает нам общее количество заражений по данным данного датасета за день. Вот мы перетащим сюда эти общие заражения за день. Два миллиона заражений. Но почему здесь у меня написано «за день»? Потому что здесь суммируется количество заражений по всей таблице. То есть у нас огромная таблица. На самом деле не очень-то она огромная. Даже, я бы сказал, совсем не огромная. 21 тысяча строк. Но, скажем так, которая отражает всю статистику по регионам. И вот, когда мы просуммировали весь столбец заражений за день, мы получили 2 миллиона. Давайте преобразуем этот элемент в группу. И посмотрим, как можно его, соответственно, делать примерно так же, как в табло. И когда я преобразовываю в график, я вижу тут всего лишь одну точку. Теперь эту одну точку мне нужно разложить по оси X датой. И в настройке элемента график раскладываю. Смотрю-ка, ничего не изменилось. Как же так? Но появились стрелочки сверху. Стрелочки, которые позволяют мне провалиться из уровня иерархии год. А у меня здесь данные только по 2020 году. На следующий уровень иерархии. И вот здесь у меня уже квартал. Пересажу ниже. Вот у меня месяца. И даже можно, в общем-то, по дням всю динамику посмотреть. Может быть, даже здесь нам и гистограмма понравится больше. Хотя, не знаю, не уверен. Не уверен. Но вот эти стрелочки позволяют нам настройку делать как нам, как душе угодно. Я ставлю графики и скопирую элементы визуализации. И сделаю три графика, собственно, как и у Якова. По динамике заражений, выздоровлений. Сверху у меня будут выздоровления. Раз. Здесь у меня будут заражения. А здесь у меня будут смерти. Вот, пожалуйста. Везде у меня на уровне. Вот так примерно. Ну, действительно, мы видим по заражениям локальный пик, локальный спад. Можно чуть-чуть меньше сделать агрегацию. Помесячно тогда получится вот таким образом. Ну, или до дней уйти. И мы видим, конечно же, очевидно, многим вещь. Вот эти вот скачки. Почему такие скачки? И, конечно, фиксация как выздоровлений, так и смертей в выходные проседает. То есть вот эти скачки связаны именно с этим. В будние дни активность, всякая активность человеческая, она больше. Ну, небольшой локальный пик. И сейчас, конечно, мы на подъеме. Ну, давайте немножко настроим, чтобы было понятно сразу цветом, что заражение-то у нас красный. А здесь у нас смерти-это будет черненькое. А выздоровление-это у нас будет зелененькое. Ну, здесь по умолчанию в моей палитре нет этого цвета. Вот, пожалуйста, такой цвет выберем. Наверное, все. Я готов передать слово Якову к следующему раунду. Я передаю Якову права презентера. Хорошо, коллеги, пока вы передаете права, я хотел бы ответить на несколько вопросов. Вот, в частности, по табло задает вопрос, можно ли из 1С грузить данные. Я вот специально открыл новую вкладочку и хотел бы показать количество имеющихся коннекторов, которые уже в настоящий момент из коробочки здесь присутствуют. И если мы рассмотрим 1С более пристально, то 1С – это все-таки какая-то надстройка над базой данных тоже. Ну, я надеюсь, никого этим не оскорбить. Но идея примерно такая. То есть мы же понимаем, что в основе 1С лежит все равно какая-то база данных. Причем мы знаем, что 1С может работать как на MS-Square, так и на PassGray-Square. То есть есть разные реализации. И, соответственно, если у вас есть какая-то база данных, с которой вы работаете, в которой хранятся данные для 1С, то вы можете точно так же просто подключиться к этой базе данных. Здесь есть все самые популярные структуры, какие только есть, начиная с MS-Square, MySquare, PassGray-Square и дальше по списку. Так что просто подключаемся к исходной базе, на которой у вас, собственно, работает ваш 1С, и данные оттуда грузим. Естественно, что они там будут в особом формате, тем не менее, табло прекрасно его распознает, интерпретирует и так далее. Второй вариант мы всегда можем с 1С что-то... Смотрите. Можно выключить? Оважаемые участники, выключите, пожалуйста, микрофон. И на каком этапе мы понимаем, не считывается он из-за чего? Из-за того, что грязно, или из-за того, что у всех... Уважаемый участник, выключите, пожалуйста, микрофон, мы вас все слушаем. Пока участник выключает микрофон, судя по вашему диалогу в чате... Выключите, что вы с ним делаете? Так, вроде выключился. Судя по нашему чату, пока лидирует табло. Иван, вам надо поднажать, мы в вас верим. Я бы хотел сапланировать тогда Якову, если вы позволите. Вот по поводу... Ну, если падают данные об объеме спиренного снега, той машины... Да, видимо, нужно отключить всех, а потом уже мы будем включаться. Ага, я вижу, я вижу, кто это говорит. Вы отключайте всех, а мы включим... Мирошкин, пожалуйста, отключите микрофон, я, к сожалению, не могу это сделать. Хорошо, давайте я продолжу, чтобы не затягивать нас процесс. Действительно, батл можно превратить в долгие и жаркие споры, но в целом я готов согласиться с разумными комментариями Ивана. Несомненно, он прав совершенно в этом смысле. И плюс еще вот был вопрос у нас... Ну, не вопрос с чистым датасетом, люди пишут. Даже и ребенок соберет. Это действительно так. Я согласен с тем, что табло настолько удобен и прост, что совершенно не требует какого-то особого серьезного бэкграунда. Но по поводу чистого датасета, я понимаю, что мы взяли его сознательно. Иначе, если мы сейчас возьмем какой-то неструктурированный набор данных, чтобы просто их структурировать, это займет у нас, может быть, несколько часов. Но это будет уже не проблема табло. Там, скажем, кроме того, как и в Power BI, я знаю, и в табло, есть специальный инструмент Data Preparation Builder. Это отдельный интерфейс, отдельная программа, которая отдельно запускается и устанавливается, и как раз предназначена именно для очистки данных, для их структурирования и так далее. Поэтому все эти инструменты, все возможности есть, несомненно. И ими, конечно, пользуются аналитики, но мы сейчас немножко упростили себе задачу. В этом смысле я полностью согласен. И так, перейду... Да, был еще один вопрос по поводу английского языка. Он задается постоянно. Действительно, в настоящий момент у табло нет версии на русском языке. Есть версия только на вот этих языках. Вот они на экране перед вами сейчас. И их тут немало, но русского пока нет. Причина очень простая. Пока не так много пользователей в России, чтобы... Хотя, кстати говоря, примерно половина разработчиков табло, которые сидят в Великобритании, это наши отечественные ребята, в смысле наши выходцы, в основном из России и ближнего зарубежья. То есть на конференциях, когда они приезжают, мы, естественно, общаемся только на русском, но они сами говорят, что немножко бы увеличить количество пользователей и табло однозначно внедрит и русский язык. Но тут надо еще сказать, что, собственно, даже те, кто не знают языка именно в смысле терминов и понятий, они прекрасно ориентируются в табло, поскольку все основные элементы, во-первых, данные могут быть на русском, никаких ограничений здесь нет. Во-вторых, можно самостоятельно давать название любым столбцам, любым параметрам и любым показателям и вообще не испытывать никаких сложностей с заключением работы очень редко с интерфейсом. Ну и здесь я не думаю, что какие-то очень серьезные сложности могут возникать. Так что мы проверили это на практике. У нас идет этот курс для новичков достаточно давно. В большинстве случаев никаких сложностей нет. Итак, я продолжу идею. Мы с вами посмотрели общую тенденцию и общий тренд. Хотелось бы более подробнее теперь посмотреть по регионам ситуацию. Для этого я открываю новый лист данных, рабочий лист и попробую сейчас как-нибудь визуализировать вот те данные, которые у нас есть по регионам. Естественно, оставлю даты. Пусть у меня будет какой-то все-таки интервал дат. Кстати, действительно, я их могу превратить в дневные, в недельные интервалы, какие угодно, в зависимости от задачи. Плюс теперь мне нужно будет взять регион. И мне нужно будет выбрать какой-то показатель, который я хочу отобразить. Ну, например, количество, допустим, выздоровлений за день. То есть начнем с позитивного, с чего-то. Соответственно, этот график мы с вами уже видели, но теперь я его хочу сегментировать по регионам, то есть добавить регион. Для этого существует масса способов. Один из наиболее ярких таких – это просто визуализировать его по цвету. То есть использовать вот такую цветовую палитру. Как вы видите, три клика мышкой, и отчет готов. Фактически, если мне бы кто-то ставил задачу сейчас показать по регионам, как меняется динамика выздоравливающих, то вот отчет готов. Что мы здесь видим? Ну, вот эти вот пилы, да, уже Иван правильно объяснил. Это ситуация с подачей информации. Она у нас нестабильна и с выходными как-то тесно связана. С выписками еще также это связано. Но, тем не менее, если мешает эта пила, мы всегда можем усреднить данные, например, сделать вот так. Если вот этот финальный спад нас пугает, то мы можем включить фильтр, что, кстати, вообще логично сделать. Здесь просто у меня в неделю, вот неделя должна закончиться не 23-го, тогда 22-го. Если я ее применю, то, собственно, никакой пилы не будет. Данные сгладятся. И вот у нас получается вполне такая понятная картинка, в которой, естественно, выделяется Москва. Она у нас лидирует по выздоровлениям. Но, однако, давайте обратим внимание на вот этот тренд, то, что неделя на 25 мая, она у нас была пиковой. По выздоровлениям. И теперь у нас по выздоровлениям еще одна неделя, это вот последняя. То есть, собственно, каждая следующая неделя, она перебивает уже то, что было в мае. Тогда, когда вот летом у нас в июле был спад, традиционно такой вот понятный всем, почему он был, потому что все из Москвы уехали. Ну, и масса других причин. На втором месте у нас Санкт-Петербург по выздоровлениям. На третьем месте у нас Московская область. Ну, и так далее. Здесь дальше уже данных очень много, и они мало друг от дружки отличаются. Соответственно, то же самое я бы мог сделать не с выздоравливающими, а, например, с заболевающими, с заражениями. Ну, и, в общем-то, полностью синхронная картинка. Мы видим то же самое. Ну, правда, не 25-е, а уже 4-го мая по заболевшим был пик. И сейчас мы его уже перебили. То есть, сейчас я говорю про неделю 16-е ноября. Да, вот это как раз тенденция достаточно печальная и грустная после вот этого летнего спада. Причем еще интересно то, что Санкт-Петербург у нас умудряется довольно заметным образом тоже по количеству. Конечно, здесь мы не процентные берем соотношения, мы берем именно количество людей. Но, тем не менее, на третьем месте Московская область, точно так же и Нижегородская область на четвертом. В любом случае, таким образом, мы можем отметить, выделить любой регион. Мы можем посмотреть их в каждой в отдельности и так далее. Одновременно я бы хотел уже прямо, наверное, на этом этапе собственно, думаю, что взять и заодно еще и смертность посмотреть, например, чтобы картина была более понятна. И вот здесь мы наблюдаем довольно нестандартное поведение. То есть, мы помним, как выглядели два предыдущих графика. А здесь мы видим вот этот вот Санкт-Петербургский. Я бы назвал его аномальный какой-то график, который показывает, что, собственно, количество умерших, оно никаким образом вот в Питере не коррелирует с количеством, собственно, в Москве, например. То есть, они отстают, довольно сильно отстают. И при этом по совокупным цифрам чуть ли не догоняют Москву. При том, что мы все-таки населением Санкт-Петербурга значительно меньше. И тут надо прямо явно говорить о том, что здесь какой-то выбивающийся из рамок тренд. При том, что ближайший конкурент, это Ростовская область, здесь она заметно ниже. Вот, собственно, мы уже находим какие-то интересные закономерности, довольно неожиданные в наших данных. И дальше уже необходимо, естественно, вести работу по анализу этих данных, почему это происходит. Здесь, естественно, мы сейчас ответ на этот вопрос не получим, но у нас недостаточно этих данных. Здесь надо анализировать уже другие факторы. Но, тем не менее, уже вот даже такой несложный инструмент, как построение данных по региону, уже дает нам пищу для размышлений. Передам слово Ивану. Не буду тоже затягивать свое выступление. Иван, вам слово. Иван, я переключила на вас. Спасибо. Яков, пока мы переключаемся, ответьте, пожалуйста, на вопросы из чата. Да, я уже вижу, что у кого-то были перебои со звуком. Думаем, что это связано с нагрузкой. У нас почти 200 человек в вебинаре. Но хотя это не связано непосредственно с нами, а скорее с сетями передачи данных. Коллеги пишут, что лицензионное соглашение 1С запрещает прямое подключение к базе данных только через объектную модель. Но, опять же, тогда можно через API реализовать. Это не такая уж и сложная для разработчиков задача. Действительно, прямое обращение к базе данных никто особо не рекомендует. Хотя бы ради того, чтобы эти данные оставлять как можно более целостными. Ну, все мы понимаем, что так или иначе это можно сделать. Секунду еще. Остальные вопросы мы можем ответить позже. А сейчас Иван у нас уже подключился. Да, я, кстати говоря, очень хорошо, что мы затронули эту тему. Как раз можно ответить и показать возможности Power BI по подключению к различным источникам. И они тоже достаточно широкие. Конечно, можно подключиться к любой базе, которая по логину, паролю. Если у вас есть доступ, ваши администраторы, ваши компании вам дали его, то прекрасно можно подключиться непосредственно к базе. Если вас не пускают в базу CRM или в базу какой-то вашей системы, развернутой в компании, попросите доступ к реплике, то есть к копии этой базы. Для аналитических целей этого будет достаточно. Даже если эта реплика, может быть, обновляется непостоянно. Мы видим, каким файлом можно подключаться к базам данных. Тоже здесь достаточно много вариантов. Конечно, не все. Конечно, не все. Есть популярные. Но все популярные здесь есть. И те, которые являются бесплатными. MySQL, PostgresSQL тоже, конечно, здесь есть. Что касается подключения к 1С, то здесь нам понадобится протокол OData. И именно так, насколько мне известно, в моей практике можно подключиться к 1С. То есть это некая прослойка, в которую 1С выдает нужные данные. Не все, не те, которые в базе данных лежат под какими-то сущностями в 1С, а только те, которые как бы выгружаются на витрину. Ну, например, вот те, которые нужны вам для аналитики. И вот к этому каналу OData можно подключиться. Вот по пути коннекторов, в общем-то, нужно, наверное, и идти во всех системах. То есть в системах очень много данных. Они, скорее всего, не нужны, и BI-системы не предназначены напрямую для того, чтобы копаться, что называется, в извилинах или в кишках баз данных. Они предназначены для того, чтобы подключаться к аналитическим датасетам. Но если этого у вас нет, то прототип такой базы данных, который в продуктиве будет в вашей компании работать, вы можете сделать благодаря Power BI, буквально вот смоделировав вот этот прототип баз данных. На моей практике это оптимально. Потому что путь до аналитической базы данных, база данных полноценной может занимать ни один, ни два. Может быть, даже компании к этому и не придут. Но и на этом пути, соответственно, когда есть красивый источник данных, где все лежит по полочкам, Power BI и Excel, конечно, незаменимы будут. Итак, ну то есть вот ответ канал OData. Имейте в виду, статьи в интернете на эту тему есть. Гуглите канал OData подключения к 1С. А я тут пока, соответственно, смотрел на Якова одним глазом, наводил красоту. Потому что, конечно, это немаловажная история. У каждого слайда должны быть названия. Собственно, необходимо как-то красиво выделить цветом. От осей можно уйти и сделать, соответственно, всю динамику, показать вот такими, хоть и непостоянными, но понятными метками. Мы сразу видим, что здесь 12 тысяч, здесь 22. А при наведении на определенный день мы можем, соответственно, смотреть, что это за день и сколько конкретно в нем было заражения. И вот эти надписи в подсказках тоже, конечно, можно настраивать, ну и в том числе отключить вообще все эти подсказки. Ну то есть вот что было до, как говорится, настройки. Ось Х, Ось У, название осей. Вот что в промежуточке можно сделать, соответственно, оставить оси, но добавить метки и обогатить все это дело цветом. А вот как бы я считал оптимальным убрать Ось У и оставить вот не такие плотные, но понятные метки данных. И, конечно же, вот эти управляющие кнопочки стандартные абсолютно тоже нам помогают некую агрегацию делать и агрегировать это до конкретного периода, до месяца, до квартала, ну и до года. Тут будет у нас всего лишь одна точка, конечно. Вот, соответственно, если вам эта иерархия в принципе не нужна, то вы можете в настройках элемента управления отключить ее, и тогда у вас останется только дата, и у пользователей ваших не будет возможностей и какого-то разгола. Конечно же, можно и ограничить наш дашборд, то есть на всю страничку наложить фильтр. Но в настройках страницы это, наверное, делать не очень удобно. И давайте действительно добавим нам срезы, добавим на нашу визуализацию красивые срезы, которые будут помогать нам фильтровать наши отчеты. Ну, в первую очередь я добавлю стандартный срез по дате. Раз, два, пожалуйста. Он нам будет помогать отсекать те даты, когда у нас либо статистика еще не полная, либо еще, как говорится, нет данных каких-то. Ну, допустим, давайте смотреть с мая по ноябрь. Вот примерно так. Так, и давайте добавим стандартный элемент срез по регионам. Вот, пожалуйста, здесь мы тоже можем выбирать регионы, ставить галочки и говорить, что мы хотим посмотреть по конкретным регионам только эту самую нашу динамику. Настройку этих переключателей можно делать, как запрограммировав выбор только одного региона, так и, соответственно, выбор нескольких регионов. Но для вот таких целей, наверное, нам не всегда удобно много-много щелкать регион, выбирать из списка их.